Всем привет, с вами я, Семзей. Это рубрика путешествия по Москве. Москва очень огромный город. Население Москвы в 2022 году составляет 12 миллионов 600 тысяч человек. Многие туристы и известные путешественники говорят о том, что обойти Москву за два-три дня невозможно. В принципе, я с этим согласен. Два-три дня это минимум посмотреть на центральную часть. Максимум, что возможно помимо центральной части посмотреть еще и, к примеру, Сокольники, ВДНХ и какие-нибудь другие окраины Москвы. Поэтому для этого необходима хотя бы неделя, чтобы осмотреть всю Москву. Вот, к примеру, памятник, который частично закрыт эстакадой, это памятник покорителям космоса, а под ней находятся музеи космонавтики. Но могу сказать, что Москву можно посмотреть за один день, только в миниатюре. Недавно открывшийся музей покажет не только Москву, а покажет еще другие города России. К примеру, это Санкт-Петербург. Недавно открывшийся музей в октябре 2021 года расположен, по сути, в районе ВДНХ. Только расположен не там, где находится советский Диснейленд и музей космонавтики. А расположен на противоположной стороне, по сути, в жилых кварталах Алексеевского района. Это музей-диорама «Царь-Макет». И он расположен не рядом с метро, а, по сути, в глубине. Ну что ж, пройдемся и посмотрим, даже прогуляемся внутри Алексеевского района. Ну что, мы с вами будем идти до музея-диорамы «Царь-Макет». Расположены по адресу улица Константинова, дом 11А. Ну, идти примерно 5-10 минут. Ну, пока мы осмотримся и пройдемся вдоль тех улиц, которые нам будут встречаться по пути. Изначально местность ВДНХ – это был, по сути, пустырь. Находилась там только подмосковная деревня Останкино. А покорителям космоса памятник и местность, прилегающая к ВДНХ, появилась лишь только во второй половине 50-х и в первой половине 60-х годах. Сначала появился памятник покорителям космоса по проекту скульптора Андрея Файндыша Крандиевского. В 60-е годы начали переименовать несколько улиц. Появились улицы космонавтов Академика Королева, Ракетные и Звездные бульвары, улица Константинова. В этой местности была небольшая речка с очень необычным названием – Копытовка. Является правым притоком реки Яузе. До середины 60-х годов можно было увидеть эту речку – от нынешней улицы Константинова до его устья. В настоящее время река Копытовка полностью заключена в подземную трубу. Речка Копытовка небольшая по длине – всего лишь 5,6 км. Исток расположен в 600 метрах от железнодорожной платформы Дмитровская, второй диаметр, на реческом направлении Московской железной дороги. Водоток проходит на северо-восток через Огородный проезд и Новомосковскую улицу, далее протекая вдоль Звездного и Ракетного бульваров. И впадает в Яузу к юго-востоку от устья реки Будайка в 170 метрах от железнодорожного моста. Так, но мы добрались только до Ярославской улицы, точнее, добрались до пересечения Ярославской улицы и Ракетного бульвара. Ну, конечно же, расскажу по примечательному улицу – это Ракетный бульвар. Кстати, название Копытовка, вот, кстати, именно здесь, в районе Ракетного бульвара, когда-то протекала та маленькая речка Копытовка. А свое название получил от этой наименной деревни – это тогдашнее село Алексеевское. Кстати, у речки были другие названия, но это точнее гидронимы – Копытовка, Карповка, Трестенка, Трепанка. А вот Трестенка и Трепанка происходят от слова «треста», то есть «тростник». А остальные названия появились в результате искажений исходных гидронимов. Ну что ж, Ракетный бульвар. Назван в 1967 году среди улиц, имена которых относятся к теме освоения космоса, в связи с положением около монумента «Покорителем космоса» и Мемориальным музеем Сергея Павловича Королева. Название связано с успехами в области ракетостроения. Сергей Павлович Королев – тот самый человек, по сути, который руководил полетом первого искусственного спутника Земли. Первым полетом человека в космос – Юрий Алексеевич Гагарин. Вот он, Ракетный бульвар, такой небольшой скверик. Ну, точнее, так и есть этот бульвар. Здесь когда-то протекала речка Копутовка, которая в настоящее время, еще раз подчеркиваю, заключена в подземную трубу. Должны дойти до пересечения с улицы Константинова. Там, по сути, расположен наш музей-диорама «Царь Макет». Улица Константинова, названа в 1965 году именем пионера российского ракетостроения Константина Ивановича Константинова. Он создал научные основы расчета и проектирования боевых пороховых ракет и пусковых станков, разработал технологию изготовления ракет. Ну что, добрались мы до улицы Константинова. Еще одной космической улицы. И нам нужен дом 11А. Ну, по сути, буквально находится через этот дом. Дом 16 по ракетному бульвару. Вот наш нужный дом. Улица Константинова, 11А. Ну, судя по дому, это какое-то офисное здание, нежилое и, скорее всего, современное. И здесь же находится музей «Царь Макет». Итак, начнем. Тут помимо Москвы, я так понимаю, и Санкт-Петербурга, будут еще какие-то другие города. Так, это у нас город Псков. Город на северо-западе России. Блин, все как в реальности. Поезд поехал пассажирский. Поезд поехал пассажирский. На большой высоте. На большой высоте. Дальше у нас небольшой кремль, крепость России начинается здесь. Ну, я так понимаю, что это Псковский Кремль. Да, Псковский Кремль. Дальше пошли поселения, различные церкви на различных трассах. Маленькие поселки. Вот товарный поезд едет. Ага, красный светофор. Но сейчас должен поехать дальше. Но мы будем двигаться дальше по мыслям. Снова небольшие поселения. И у нас, кстати, скоро ночь наступает. И мы приехали сюда в Санкт-Петербург. Московский вокзал. Вот стоит поезд Сапсан. Дальше это у нас храм Спассана Крови. Лучше так его, конечно, показать. Все, ночь уже наступила. Но это нам не мешает дальше рассматривать. Макета города. Вот здесь. Это у нас дом компании Зингер. Здесь, по сути, был создан один из крупнейших сетей, социальных сетей России ВКонтакте. Это, конечно, бы рассвело, потому что здесь и всякий эскиз-собор. Но надо подождать. Ну, тут автобусы, грисят кузовики, машины. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. А тут, конечно, этот зимний дворец. В разрезанном варианте, конечно. Играет музыка. Ну, можно с той стороны, конечно, посмотреть. А, ну вот, большая река Нева, изнаменитые разводные мосты. Вот это дворцовый мост. Но надо опять дождаться ночи, чтобы посмотреть это великолепие. А биржевая площадь, биржа, да. А вот суда ремонтная верфь. Так, что-то здесь можно запустить. Вот надо дождаться опять снова ночи. Посмотреть на разведение мостов. Ну, вот она. Копия зимнего дворца. Всякий с собой храм спасен Рави. Дом компании Зингер. Ну, кстати, наступает вечер. Ночь. Сейчас будем наблюдать за разведением мостов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Очередной день наступает. Константиновский дворец, храм спасен на крови. Московский вокзал. Переезжаем. Проезжаем различные поселения. И оказываемся в Москве. Ну, знаменитые, ранее знаменитые московские пробки. Скорее всего, это Третье транспортное кольцо. Может быть, МКАД. Ну, скорее всего, Третье транспортное кольцо, потому что здесь башня Москва-Сити. Башня Запад, башня Восток. Там расположен музей Панорама 360. Башня Империя. Там находится музей Смотровой Москва-Сити. О нем я рассказывал и показывал в рубрике путешествия по Москве. Посмотрите. Ну, и там Вьетненция, Меркурий. Сити Тауэр. Ну, и еще и башня Эволюции. Знаменитая Сталинская высотка, дом на Котенической набережной. Ну, и еще один поезд пассажирский едет. Уезжает в сторону Санкт-Петербурга. А вот там вот Вьетнеется Большой Москва-Рицкий мост. Парк Заряди вместе с Парящим мостом. Ну, и главный символ столицы. Красная площадь. Храм Василия Блаженного. Спадская башня. Мавзолей Ленина. И там же проводится парад Победы. Часть бульварного кольца. Чистопрудный бульвар. Вот они, чистые пруды. Ранее называвшиеся грязные или поганые пруды. Вестебель станции метро «Чистые пруды». А вот там еще вот, конечно, можно приблизить Александровский сад. Вот он и монумент памяти к неизвестному солдату. Ну, и какая может быть Москва без московского метрополитена? Это, по сути, главный символ столицы. Один из самых красивых метрополитенов в мире. Сейчас дожидаемся поезда, прибудет через минуту. Станция Новослободская. Еще одна великолепная станция в стиле «Сталинский ампир». Ну, по сути, прям реально копия. Станция Новослободская. Переход назад в Менделеевский. This is Новослободская. Change here for Менделеевская station. Line line. Change here for Менделеевская station. Осторожно, двери открываются. Здесь великолепная станция «Белорусская». Next, встреча с Курсом. Change here for the bus. 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 С松 map. Но тут еще можно что-то активировать. Иначе нужно следовать. Видите, смотрите, здесь сзади. Такие маленькие действия вполне нормальные. Так, еще что-то имеется. А, то же самое. Сапсан снова пролетел. Сапсан снова пролетел. А я, кстати, не могу понять, что это такое вообще. Какое-то здание. Мастерская, что ли? Ну, возможно. А, кстати, и очередной вечер, и очередная ночь. И еще один пассажирский поезд проехал. То есть, по сути, все так же, как и в реальности. Вообще класс. Ну, вот уже подсветили храм Василия Блаженного. Кремль. О, бело-красные огни. Ну, и, конечно, красота Москва-Сити. Да и в реальности тоже красиво. Ну, и высотка на Котельнической набережной. Тоже класс. Там можно еще идти дальше, потому что там, помимо Чистоплутного бульвара, то бишь, бульварного кольца, там еще имеется цирк Никулина на Цветном бульваре, ВДНХ. Вон, Триумфальная площадь вместе с гостиницей Пекин. Представление цирки Никулина на Цветном бульваре. Вот он сам, Цветной бульвар. Рабочая колхозница, скульптора Вера Мухиной. Главная арка главного ухода ВДНХ. Павильон Центральный. Вестибюль станции ВДНХ, скорее всего. Ну, да, ВДНХ. А вот еще живописный мост. Уже наступает утро. Ну, а там еще очень интересное, это как его, фестиваль нашествия. Вот стройка. Ну, по сути, я говорю, даже как и здесь, город, по сути, живет и процветает. Вот фестиваль нашествия. Кстати, лично я не был на этом фестивале и вряд ли буду. Уникальный транспорт в России, московский монорельс. И инженерное сооружение Николая Никитина, Останкинская телебашня. Продолжение следует... Продолжение следует...